Уважаемые коллеги, добрый день! 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 Не думаю, что внимание к русскому языку – это, казалось бы, такая естественная вещь, но создаётся впечатление порой, что мы недооцениваем значимости этого явления для нашей страны, для нашего государства. Как-то считается, что это такая данность, как воздух, и она сама по себе будет существовать и развиваться. Но если мы с вами заглянем в некоторые населённые пункты, где-нибудь на окраине Российской Федерации, не уверен, что мы обнаружим такое же знание языка, как в некоторых городах-миллионниках. А, между прочим, это разрушает страну, вот такая ситуация, и людям создаёт проблемы, потому что они едут учиться-то и работать-то хотят там, где русский язык нужен. Я уже не говорю о других составляющих этого процесса. Хочу напомнить, что у нас в стране ежегодно в день рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается День русского языка, но это событие проходит далеко не на должном уровне. Многие даже не знают, что такой праздник вообще существует в календаре. Думаю, правительству следует представить глубоко продуманные предложения по проведению Дня русского языка в 2013 году и на перспективу. Не формальные, а содержательные, соответствующие масштабу и значимости темы. Рассчитываю, что члены нашего совета также подключатся к этой работе. Второй момент – роль школы в формировании культуры взаимоотношений между людьми разных национальностей, укрепление атмосферы взаимоуважения между ними. Это системная, комплексная и творческая работа, и она должна отвечать и интересам, и запросам детей, и современным общественным реалиям. Подчеркну, что формальные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и неэффективны, а порой даже и контрпродуктивны. Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, но построенные в рамках единой концепции, в рамках единой логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех её этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого. И, конечно, нужно на конкретных примерах показывать, что судьба России создавалась единением разных народов, традиций и культур. Добавлю, что учебники для школы должны быть написаны хорошим русским языком, я с этого начинал, и не иметь внутренних противоречий и двойных толкований. Это должно быть обязательным требованием ко всем учебным материалам. Правильно, если к созданию общероссийского учебника истории будут привлечены специалисты не только Минобразования, но и Российской Академии Наук, а также двух старейших русских общественных объединений, которые сейчас возобновляют свою деятельность, имея в виду историческое и военно-историческое общество. Далее. Сегодня в России зарегистрировано 989 национально-культурных автономий. Кроме того, действуют многочисленные национальные объединения, союзы, региональные ассоциации. Все эти структуры обладают огромным гуманитарным потенциалом и способны стать эффективной площадкой для межэтнического и культурного обмена. Подчеркнув, что в соответствии с новыми положениями федерального закона о некоммерческих организациях, подобные структуры смогут теперь получать господдержку как социально ориентированные некоммерческие объединения. Более того, считаю, что при распределении в 2013 году и последующих годах президентских грантов, направляемых соответствующим организациям, нужно предусмотреть отдельное финансирование проектам, направленным на гармонизацию межэтнических и межнациональных отношений. Подобную практику необходимо ввести и на региональном уровне. Губернаторам следует сформировать свои грантовые формы поддержки. Нам в целом важно определиться с господдержкой проектов, связанных с отечественной историей. Граждане должны знать подлинную историю единения наших народов, собирание российских земель в одно многонациональное мощное государство, а не разного рода околонаучные, ангажированные спекуляции на эту тему. Многие государства в мире складывались по-разному, но подавляющее большинство современных цивилизованных стран стремится к интеграции, потому что в современных условиях резко повышается от этого конкурентоспособность и выживаемость отдельных наций. И мы с вами не исключение. А уж что говорить, если мы находимся уже в рамках единого государства? Надо этим дорожить и приумножать эту силу. Но делать это нужно современными, тонкими, эффективными методами, и чтобы люди понимали, что вся эта работа направлена на их благо. Конечно, нужно обратиться к специалистам в этой работе, сформировать перечень исторических дат, связанных с соединением народов России, создавать своего рода календарь таких событий как минимум на период с 2013 по 2025 год и, соответственно, обеспечить их широкое освещение в средствах массовой информации, научной литературе, в образовательной и культурной сфере. Следует оказать поддержку студенческому волонтёрскому движению в работе по восстановлению памятников культуры народов Российской Федерации, совместно с институтами Российской Академии Наук и Российской Академии Образования проводить историко-этнические и этнополитические сборы студентов, молодых учёных и так далее. И, конечно же, необходимо поддержать творческие проекты, направленные на укрепление единства народов России нашей исторической и культурной идентичности. Говорю о художественном, документальном и анимационном кино, о передачах на радио и телевидении. Хочу подчеркнуть, государство должно поддержать не пустые агитки, а действительно яркие, тонкие, талантливые работы. Тогда, конечно, и только тогда будет результат. В качестве примера хотел бы привести, говорю уже об этом неоднократно, телеканал «Моя планета», который ВГТРК делает совместно с Русским географическим обществом. Прошу правительства проработать эти вопросы, продумать комплекс мер по формированию через средства массовой информации интернет позитивных межэтнических отношений. Четвёртое. Значимым ресурсом поддержки общественных инициатив призвана стать федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», рассчитанной на 2014-2018 годы. Правительство её сейчас активно готовит. Кроме того, нам важно подключить к гуманитарным проектам бизнес и меценатов. Сегодня предлагаю поговорить и на эту тему, на тему, как реализовать эти задумки. Пятое. Серьёзный потенциал у наших общественных палат, которые действуют на разных уровнях. Совместно с общественными советами при государственных и муниципальных органах власти, они могли бы обеспечить диалог власти и институтов гражданского общества по вопросам реализации национальной политики. И, наконец, шестое. В ближайшее время Россия станет центром проведения крупнейших спортивных и политических мероприятий. Если сосредоточиться на спортивных, то напомню, что летом Казань примет 27-е Всемирные студенческие игры, универсиаду, а в феврале 2014 года состоятся 22-е Олимпийские зимние игры, а затем Паралимпийские. Оба этих события, безусловно, дадут новый сильный импульс развитию спорта в нашей стране, причём, как мы надеемся, не только спорта высших достижений, но и массового спорта. И крайне важно, чтобы все позитивные изменения затронули и сферу наших национальных видов спорта, отражающих культуру, сам дух народов России. Отмечу, что сегодня в официальном реестре Минспорта значатся всего пять таких видов спорта, как будто других не существует. Но на самом деле их более 60-ти, занимаются ими более 85 тысяч человек, ну и так, по официальным данным, а в самом деле гораздо больше. И не будем забывать, что все всемирно известные олимпийские спортивные дисциплины когда-то были сугубо национальными. Ну и, конечно, нужно стремиться к тому, чтобы эти наши национальные виды спорта пробивались в олимпийские дисциплины. И главное, чтобы о них знали в России, чтобы они развивались у нас, именно как массовые, общедоступные виды спорта.